Шалом, дорогие! И очень прекрасно и приятно быть с вами опять. И для меня была привилегия быть с вами в прошлом году здесь. Если вы помните, год назад примерно где-то в это время я был на свадьбе Рома с Даша здесь. Это особенное время. Быть на свадьбах здесь у вас. А ваши свадьбы всегда особенные. И я помню, Рома как бы пытался Дашу поднять в море и не удержал, упал на свадьбе. И дождь был на время свадьбы. И много брides wouldn't like that, но Даша здесь уникала. Но Даша очень особенный человек. И Рома тоже особенный. Но слава Богу, сегодня безоблачно. Надеюсь, Аня с Кириллом, в них все будет хорошо в этот прекрасный солнечный день. Для нас это большая честь знать Валентину, Татьяну, Сашу, Аню и многих из вас из общины. Мы видели очень много друзей, и здесь мы благодарим, и вас обнялись. Особенные гости. Мне нравится Валентин, но жена его лучше переводчик, чем он. Но микрофон нужен теперь. Без обид, Валентин, но... Вот микрофон. Не обижаюсь. Я с удовольствием передаю. Мы немножко были озабочены, потому что наши гости, которые должны были со мной быть... I think they're walking in the door now. Nope. God, is that them? Yes, yes, yes. Да, наши гости сейчас заходят. Yes, come up, Dr. Gannon. Заходите, Dr. Gannon. And Giuseppe, where's Giuseppe? И Giuseppe. Oh, there's Giuseppe. We were so concerned for you. Мы настолько переживали за вас. We thought you had been lost, and... Мы думали, что вы потерялись в городе. We had people running around, looking for you. Татьяна was beating on your door. Татьяна поехала и стучала вам двери. Но Валентин предупредил нас никому не отвечать, если вам в дверь будут стучать. А я стучала. Они мне не открыли. Сколько из вас летают, и после длинного перелета у вас такое перелетное состояние? Бывает такое? Очень странное чувство. Потому что вы хотите спать тогда, когда ваше тело должно уже вставать. И вот они немножко дольше поспали, но ничего страшного. Я надеялась, и хорошо, что они не потерялись. Это доктор Рэй Гannon. Доктор Рэй Гannon, встаньте, пожалуйста. Вы его раньше видели. Доктор Рэй Гannon – это тот человек, которого мы хотим почтить по-настоящему. Он один из пионеров в мессианском движении. Он начал одну из мессианских общин в Соединенных Штатах. В Лос-Анджелесе. И потом он насадил несколько в Нью-Йорке. И он один из ведущих людей по образованию в мире, который на сегодняшний день есть. У него очень много степеней. Включая в Иерусалимском университете докторскую. Но также он человек духа, и он очень кроткий, смиренный человек. Он сейчас ведущий специалист, ведущий учитель мессианского образования в мире. И это находится в университете Кингс-Университете. У нас есть ученики, которые студенты на бакалавра готовятся, и есть, которые на доктора защищают. И вот сейчас недавно пять людей, которые защитили докторскую в мессианской теологии. Это пол-аккредитированное образование. Но это по-настоящему докторская диссертация в еврейской теологии. И доктор Геннон ведет, ведущий этой программы. Также доктор Геннон, он является одним из директоров МГБИ. И он также vice-президент в МГБИ для всех школ и программ МГБИ. И совет директоров сейчас сотрудничает с доктором Генноном, который он является старшим, чтобы надирал над этой программой. И он здесь для того, чтобы укрепить образование в бывшем Советском Союзе. Мы верим, что МГБИ установила хороший фундамент. Мы также верим, что МГБИ, Бог ведет МГБИ для более высокого образования. И я верю, что Господь ведет нас в этом. И доктор Геннон, он ключевое лицо в этом. Giuseppe Rispoli. Why don't you stand up? Giuseppe Rispoli. Giuseppe is from Italy. Giuseppe is from Italy. And he's real Italian. He's from Naples. И он настоящий итальянец. Он с Непали. How many of you know that pizza originated in Naples? Pizza began in Naples. Вы знаете, что первоначальное создание пиццы началось в Непали? Простите, пожалуйста. Pizza did not... Неаполе. Неаполе. Pizza did not begin in Dallas. Or in Kiev. Или в Киеве. It began in Naples. Но это началось в Непали. Наполе. 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 Yeah, Наполе, правильно. And so he's very picky on his pizza. Поэтому он очень тщательно выбирает пиццу. Don't take him for pizza if it's not good pizza. Не приглашайте его в пиццерию, если там плохая пицца. But he works for the MJBI. Но он работает на MJBI. And he directs the media department. И он является директором media department. And the e-learning, electronic learning over the internet. Все, что... И образование по интернету. Now, you know David. Вы знаете Давида Свионтек. Да? Да? David works for the MJBI. Did you know this? And this is David's boss. И этот boss Давида. So, if you want to find anything about David, you go talk to Giuseppe. And Giuseppe will give you a good report. И Giuseppe должен сказать хороший результат. Он показывает вот так. And David sends his greetings. Well, it's so good to see Roman too again. Очень хорошо видеть, приятно видеть Романа. I see Josh every now and then. He's in university. Well, we're here for a great occasion today with the wedding, Kirill's wedding, Anya's wedding. Мы сегодня собрались по очень особенному дню. Сегодня день свадьбы Кирилла и Ани. И эта свадьба начнется скоро. И я хочу поделиться с вами словом, которое Господь положил мне на сердце. Когда я летел вчера, и вчера вечером, и сегодня утром, я думал об этом. How many of you know that the book of John is many times considered the book of last things? I mean, the apostle John is usually considered to be the apostle associated with last things. Апостол Иоанн, и его ассоциирует как апостола последних времен, последних вещей. Он написал последние четыре Евангелия. Ой, четвертая Евангелия. Он написал последнюю книгу в Новом Завете. Он был последний апостол, который умер. И Иоанн ассоциируется с последним. Но также нужно ассоциировать его с началом. Of the 52 times this word beginning is used in the Greek New Testament, 52 раза используется в Новом Завете на греческом языке. Слово начало. 26 of them, the majority of them, are written by the apostle John. 26 из них написано апостолом Иоанном. John not only talked about last things, он не только говорил о последнем временем, but he was also interested in the beginnings. Но он также говорил о начале. John 1. Иоанна первая глава. Verses 1 through 5. С первого по пятый стих. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Он было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. And him was life. В нем была жизнь. And the life was the light of men. And the light shines in the darkness. And the darkness did not comprehend it. In 1 John chapter 1. John says, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have touched, concerning the word of life, this life was manifested. And we have seen and bear witness and declare to you this eternal life that was with the Father. John speaks of the beginning. We sense the closeness that John had with the Lord. We sense the closeness that the disciples had with the Lord. And we also sense the closeness that the disciples had with the Lord. John said in the beginning, we saw him, we heard him, we touched him. It reminds us of Yeshua, who told Thomas, touch my hands, touch my side. It was not just a physical experience. It was not just a physical experience. The disciples were near to him personally. It was very close to him personally. I believe that the Holy Spirit wants to say to us something this morning about these two directions that John takes us. that which was in the beginning points to that which is coming in the end. And that which is in the end reflects back on how things were in the beginning. We're living in a day when people are moving away from their beginnings. Some churches are moving away from truth. Some synagogues, even though they may not embrace Yeshua, are even moving further away from the Bible, the Tanakh. We know many believers or many churches, excuse me, are moving away from the virgin birth. of the sanctity of marriage. Yeshua only as Savior. His literal resurrection, His literal return. They're departing from our beginnings. Они, о чем я говорю, они отошлятся в его начало. They're moving away from the basics of our faith. И они уходят от начала от основы нашей веры. When we talk about the early church, the early congregation, we often look back at the model of Jerusalem. And we look back at the work of the Holy Spirit that was in the beginning. Everything was new. It was so exciting. The congregation was birthed on Shavuot. And as Peter was preaching in what's traditionally the upper room, he refers to David. He said, His tomb is with us today. Well, we know that that tomb was not the original tomb, but there was a tomb nearby. He was no doubt referring to His tomb was with us today. But he is not the Messiah. The Messiah has come. People were cut to the heart. The Holy Spirit fell upon them. This new covenant began. Everything was so new. Now, do you remember when the Holy Spirit came upon you? When you accepted the Lord and the Holy Spirit came upon you? When you accepted the Lord and the Holy Spirit came upon you, everything was so new and so exciting. The beginnings of our faith. God wants us to not forget the beginnings. This time was a troubled time in Israel. There was Roman domination. Brother was against brother. but in this atmosphere the Holy Spirit was poured out. In this atmosphere there was a community that expressed the kingdom of God. when we talk about the beginnings I want to talk about two things today. When we talk about beginnings number one we need to remember to go back to life. In the beginning was the Word. This Word was with God. This Word became manifest. And in Him was life. In Him was life. God wants us to experience life. God wants us to experience life. They experienced Yeshua three and a half years. These early disciples were trained by Him, slept with Him, walked with Him. They saw His life bring healing to many. They were all well aware of their weaknesses and their sins. Peter had denied Him. The other apostles had fled from Him. But they were all restored. How many of you have ever sinned but you have been restored? Only me? All of us. We have all denied Him. We have all run at times away from Him. But He's restored us. But He's restored us. We've been made healthy. And we've been made healthy. This is the way it was in the beginning. This life still exists. And this life still exists. There will be life in the end. And there will be life in the end. There was life in the beginning. There was life in the beginning. In Revelation 21.6. And in Revelation 21.6. You don't have to read it, Tatiana. And in Revelation 22.13. He says, I am the beginning and the end. There is a way that I am the beginning and the end. After describing the river of life that issues from God's throne. He says, I am the first and the last. He says, I am the first and the last. What happened in the beginning? God wants us to continue to walk in the present. because it's the way we're heading. It's the direction we're going. The prophet Haggai said that this house, this body of Messiah would be shaken. but the glory of this house will be greater than the former. No matter how glorious that early Jerusalem body was, the early Jerusalem body, it was glorious, but not near as glorious as the one to come. One of the greatest mysteries in the New Testament. The central mystery is that the word became flesh. That is to say that the body must experience the manifestation of Yeshua in our midst. The reality of Yeshua must be sensed in our midst. Just as Yeshua told Thomas, I'm not a spirit, it's really me. The people in Odessa are yearning to see the reality of Yeshua in you. They want to see and touch you and to see that there's something in you of life that is speaking to the death within them. They want to see and see that something is in you another life. We've got to say look at our lives, touch us, handle us, see it's really the Lord. And we must be ready to say to look at me, look at my life, look at my life, and they must see in us God. So when we talk about beginnings, we must look back to life but we also need to look back to light. John said this life was the light of men. Life brings light. This congregation is named what? Or HaMashiach, the light of the Messiah. Light comes from life. Свет приходит из жизни. And together we create life of Yeshua in our midst. Somehow this mystery of the word becoming flesh and now expressed through his body. Как-то вот эта тайна этого слова оно становится плотью и оно проявляется среди нас в общине. We taught our daughter from a very young age that you can tell a person's soul by looking at their eyes. Мы говорили так, что ты можешь посмотреть на человека душу посмотрев ему в глаза. Yeshua taught us that there's light in the eyes. Yeshua учил о том, что есть в глазах. Я помню, мы были в ресторане одно время и она не знала никакой теологии. И мы сидели там и кушали жареную курицу. Это очень популярная южная еда жареная курочка. Я знаю, что у вас в Украине очень вкусная еда. Мне нравится ваша пища. И вы очень много вы когда накрываете столы очень много накрываете щедро. Но мы тогда кушали а you need а вы кушаете жареную курицу, да? You do. Oh, wow. McDonald's. No good. Anyway, we were eating fried chicken и мы кушали жареную курицу. And all of a sudden our daughter begins to cry. She said we must leave immediately. Она говорит нам нужно уйти отсюда сразу, сейчас. Что случилось? She said see that woman over there. She has darkness in her eyes. Well, I wasn't going to disregard my I said okay, let's go. So I wanted to be, I wanted to honor her sensitivity to the Lord into discerning the souls of men. I wanted to be to be I wanted to honor her sensitivity to the Lord into discerning the souls of men. Can't you tell sometimes light or dark within the eyes of another person? Can't you tell sometimes light or dark within the eyes of another person? When we're connected to life, we will reflect the light of the Messiah or HaMashiach. Da? Da? That's what God has called us to. He's called us back to life to not forget our beginnings. He's called us back to light to not forget our beginnings. When Yeshua came, the prophet had said, this land near the Galilee, in the Galilee, these people who sat in darkness, they have seen a great light. Those who sat in the shadow of death, light has dawned. Do you remember when the shepherds were in the field? And it said that the glory of God shone around the shepherds and said good news. And it said that the glory of God was shown around the shepherds It said the glory shone. It's more than just light. It's something reflecting the life of the Messiah. I want to just practically give you ten steps, ten considerations. You may say Wayne, I have been a believer a long time. I know where I'm going. I know what happened to me in the past. I believe what you're saying. But I feel I'm not connected to life right now. And I've been there. We've all been there. This is the challenge of life to stay connected to life. and to be reflecting light ten very practical things if you're not connected and you feel disconnected to life number one connect with other people. connect with other people. You're a part of His body. When we disconnect from the body we begin to lose life that God intended to give. When we disconnect from the body that God intended number two stay positive there is so much that happens in this world and some people determine their destiny by being positive or negative all the time. Number three get physically active do some walking do some exercise now your culture walks a lot more than my culture and I commend you for it but do something to be physically active number four serve others it's so easy to begin to think of all my problems all my difficulties I knew of a woman who was depressed and suicidal and someone encouraged her to write thank you notes to all the people in the past who had done something good in her life and someone посоветовала ей написать благодарственные открытки и послать всем людям которые она вспомнит сделали какое-то добро в ее жизни и она начала писать благодарственные письма и она стала настолько счастливой она перестала думать о себе и она была поглощена только тем что я могу делать для других что я могу как могу благословить других людей номер пять высыпайтесь Джозеф и Рей хорошая работа вы спали хорошо спите достаточно часов я в служении и несколько лет я был такой расстроен чем-то я ездил я летал очень много и я все время был в хроническом таком состоянии перелета и были у меня такие вот моменты вверх-вниз вверх-вниз и тогда в один день я осознал что мне нужно просто выспаться мне нужно больше перерывов между перелетами или поездками чтобы я мое тело восстановилось а потом я продолжал свои поездки номер шесть создавайте радость и удовлетворение смейтесь потому что это хорошо для души была женщина одна которая ей доктор сказал что у нее рак и иди домой и готовься умирать есть у вас такой шоу я люблю Люси кто-то смотрел у вас у вас нету такого шоу я люблю Ольгу или какое-то такое популярное смешное это очень смешное шоу комедия и ты смотришь она смотрела раз за разом вот она показывает в шоу что она смотрит по телевизору какую-то программу и она смеется и вот эта женщина которая которая имела рак она начала смотреть вот эту передачу и она смотрела и смеялась и смеялась и потом когда она закончилась она еще раз пересмотрела и она начала чувствовать себя лучше и вернулась она к тому доктору и доктор говорит удивительно но вот этот рак который по идее должен расти он не растет а мало того он уменьшается номер восемь заботитесь о своем духе потому что плохие компании они воруют или они забирают самое хорошее потому что вы являетесь носителем жизни не удаляйтесь от таких ситуаций где вы оказываетесь в таких ситуациях где искушения приходят или что-то что приводит вас в упадок и вы можете сказать да но у меня искушение приходит когда я смотрю именно вот такие фильмы ну хорошо но не смотри тогда эти фильмы посмотрите шоу я люблю Ольгу или что-то другое номер девять научитесь справляться с трудными временами some people say that if you have enough faith you'll never have difficulty read my lips посмотрите на мои уст читайте that is crazy это ненормально you're gonna have difficult times вас будут трудные времена но как вы будете справляться с этими трудными временами вот в чем вся разница what is that's crazy in Russian ненормально 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 сумасшедший read her lips читайте ее уст это сумасшедствие okay okay number 10 you have a congregation you have people that love you here if you're in a situation ask for help ask for prayer it's not bad to get professional help it's not bad to get people to counsel you we all need counseling in different areas of our life it's not a dirty word I've gone to guys for counseling man I'm struggling in an area help me what two things do we want we want life and we want light let's pray let's pray let's pray thank you so much Father for this congregation Lord we pray that the light of Messiah would shine bright through this place this would this would be a place where people would know that the Messiah is here Lord if there are people here today that don't know the Messiah Lord I pray right now they would say yes to you if that's you just say yes Lord yes Lord yes Lord if it's you then you say God I want your life I want forgiveness I want to connect to this life from heaven forgive me come into my life change me if that's you I want you to talk to one of the leaders after just ask for prayer if there's others of you here that are struggling in any area we just pray the Holy Spirit the comfort of the Holy Spirit the encouragement of the Holy Spirit the connecting life from the Holy Spirit would just refresh you and renew you today I just want to ask you one question what is the Holy Spirit saying to you today what is the Holy Spirit saying to you today